...регионального развития, Минэкономразвития России. Александр Ильич, вы у нас связи с нами? Так точно. Простя. Добрый день. Мы вас в очередной раз рады видеть. Мы сейчас обсуждаем уже вот тот комплекс мер поддержки, который мы могли бы применить в рамках реализации парковых проектов. И, как всегда, к вам обращаемся с вопросом по 17.4, что нас ждет, как мы видим на сегодняшний день, как вы относитесь к тому, что вот через 17.4 мы можем регионально софинансировать и выходить на парковые проекты. Как вы видите реализацию этого постановления более подробно, вы сегодня на пленарке об этом затронули, но более подробно, может быть, рассказать в рамках нашей сегодняшней сессии. Пожалуйста, вам слово. Коллеги, да, попробую как можно меньше вашего времени занятий меньше повторяться, но тем не менее повторюсь, что начиная с 1925 года и до 1930 года президентом анонсированы новые инфраструктурные минимумы. То, что называли рамки 17.04, оно будет в новом цикле называться списание двух третей за должность регионов по бюджетным кредитам. Это сумма 1,1 триллиона рублей, которые регионы смогут, по сути, направить на цели поддержки инвестиций, направить на инфраструктурные проекты, на сайте, за счет чего писать свои гр rituals. Вот этот инструмент, наш сочетание, обязательно нужно использовать в том числе на развитии объектов парковой инфраструктуры. И второе – это новые инфраструктуры, на gold bullノ без инфраструктуры сумма P1.6 регионов, которые не менее половины из которых за ребенком будет закреплено, точнее, не менее половины которые будут отыграны по конкурсу, и половина будет закреплена за ребенком по минимуму пропорционально численности населения. Эти средства, их естественно, мы считаем, что нужно использовать на развитии, в том числе, партнерской инфраструктуры, как в том, что расслаблены экономические зоны. Если говорить о комбинатурике, то самый эффективный вариант возможных различных объектов, это создание парков, соответственно, здесь можно привлекать меры по минимуму пропорции России. Дмитрий Ильич, наверняка, про все постановления, которые текущие, действующие, эффективные. Второе, это если парки для РМСП, это по минимуму это в рамках нашего проекта, то есть программа субсидия на создание парков. Третье, это, естественно, частные средства, если этот проект частного парка, и дальше в региону есть все возможности вот в 25-30-х годах прилегать эти дополнительные инструменты вот в блокпадель. И это все, без проблем, можно как минимировать, и главное не затваивать одни меры на одни и те же объекты. То есть, условно, если есть парк, то его можно, ну, это, как бы, не обстоятельство, аж накрыть там, угоизом, там, либо создать его там в Торе, что дает налоговые плоды и там остальные конференции, а второе, то, что у этого парка может, например, дарок построить по их финализованным кредитам, там, электричество и в Волге подвести в рамках описания на тексте задолженности, которая долго становится на ТО-4. В общем, все эти меры можно использовать эффективно, главное, чтобы они были направлены на создание разных объектов и чтобы эффекты не затварились. То есть, условно, можно под одним и те же создать дорогу, под одним и те же создать, там, и те же создать, там, и в том числе и водоотведение с этим проблемами в их лентах и трактным потехам, более того, обращаем эффективные практики. Помимо этого, чтобы часть в Волге подвести в свои затраты, здесь можно, как бы, еще и другие механизмы рассматривать какие-то, например, там, соглашения о защите поощрения никакого вложения, СПК, в котором участники могут свои затраты тоже частично уместить. Вот, и вместе с тем, вместе с там, фабрикопроектным финансированием, там, депритивные механизмы, то есть, все это можно использовать, все это можно подвинировать. И, скорее, с нашей стороны, не только поддержка. Ну, наверное, я, что-то вам сказал, могу ответить на вопрос, если они есть, либо же, там, готов, чтобы после, там, получить этот вопрос и дискуссионный, там, например. Огромное спасибо, да. Мы от вас услышали, значит, то, что планируется к реализации. Я думаю, что с вопросом, который мы могли бы вам задать относительно софинансирования со стороны региона в рамках, вот старого, 1704 и возмещение, значит, двух третей, о чем вы сказали, на 2025-2030 год. Наверное, уже обратимся к вашему коллеге, к начальнику отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства департамента инвестиционной политики и развития МСП, Минэкономразвития России, Исакова Никите Александровича. Никита Александрович, ну, мы тут все в таком, знаете, ожидании, находимся, вы с нами, на связи? Да, Никита, здравствуйте. Да, мы тут все в таком, знаете, ожидании того, как, начиная с этого года будет реализовываться программа, которая на протяжении многих лет в разных хипостасиях реализовывалась. Ну, последняя программа, я сейчас с тем соображаться напомню, она предусматривала, значит, до 500 миллионов рублей на два года, значит, это были авансовые платежи на создание индустриальных парков, технопарков и бизнес-парков. Программа закончилась на цикл 25-30, программа новая предусматривается, и учитывая то, что, к сожалению, на сегодняшний день денег не так много в рамках этой программы, мы уже начинаем с бизнесом, с вами тоже обсуждать, о каким образом можно дополнить, да восполнить, так скажем, вот этот бюджет по созданию парков, мы начинаем, не знаю, там, от миллиарда рублей и больше, там, с помощью других механизмов, с помощью других инструментов. Вот ваш коллега сейчас, Александр, он сказал о том, что те же займы, которые Федерация обращает регионам, можно пускать на реализацию таких проектов. Ну, мы, собственно, тоже с этим предложением к вам выходили, значит, с точки зрения того, что в регионах денег не так много на сегодняшний день, чтобы вынуть из бюджета и передать в софинансирование такого проекта, вот, и с точки зрения частных инвестиций тоже, конечно, здесь мы видим риски, тем более, о чем мы сегодня говорим, о том, что есть такая пропорция парков географическая, что есть ДФОК, ДФОК, где перенасыщенная, да, а есть там ДФОК, СКФОК, где этих парков мало, и, конечно же, инвестиционная активность со стороны частного бизнеса, она там пониже, вот, поэтому здесь вот вопрос, наверное, как будет работать механизм, начиная с 25-го года, раз, и второе, как вы смотрите на вот эти инструменты, которые мы сегодня предлагаем и обсуждаем, пожалуйста. Да, да, все раз спасибо, еще раз, коллеги, я представлю, писатель Александрович, начальник отдела структуры МСФ Министерства развития России, я также являюсь на председатель 4-м комиссии, которая, собственно, отбирает проекты парков для малого среднего бизнеса, я для вас подготовил презентацию, если позволите ее подемонстрирую, я думаю, что она ответит на те вопросы, которые были заданы. Видно слайд? Да, видно, я пошу еще на эти моменты, выглядели, пожалуйста. Переключаешься, видно, да? Да, 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 спасибо. Да, коллеги, действительно, у нас с 2019 года в рамках функционального проекта малого среднего предпринимательства реализуют такая мера поддержки, как создание промышленных парков на парковке бизнес-парков для студентов малого и среднего бизнеса, мероприятия, рамках предприятия, начинства, называется, но это не нет. Основные параметры действующего условия, потому что, конечно, о будущем безназначного говорить сложно, поэтому позовольте остановиться на действующем условии. Как Михаил правильно отметил, да, у нас есть несколько видов поддержки на проектах, это промышленные парки, промышленные детнопарки, которые у нас в суд по, в том числе, драматистке инфраструктуры России, да, и в следствии сейчас, там, в случае, 11-19, и также есть две сущности, которые, в комментариях, описаны только в наших нормативных документах, да, и напомню, это 30-е предложение, 13-16 социальные правительства, и социальные приказы экономоразвития, которые определяют основные требования уже детализированы по каждому виду из разной инфраструктуры. Так вот, технопарк и бизнес-парки – это, вот, введенные нами параметры, введенные нами понятия, которые, по большому счету, предполагают более простой, да, и упрощенный вид из инфраструктуры, то есть там, как нет, требуем по такому большому количеству лучей, да, то есть, как у промышленных парков, бизнес-парков и технопарков, которые есть возможность размещения, то есть, 10% резидентов, не только везде, но и самотаре, то есть 10% от общего количества, да, планируемых к размещению, ну, и, в принципе, там не требуется, например, аккредитация инфраструктуры, которая требуется в промышленных парках или в технопарках, то есть, во всех смыслах, эти два вида объектов, то есть, два вида проекта, они попроще реализации, ну, и, соответственно, дешевые, как уже показывают практики. На данный момент у нас участвуют 20 регионов, которые могут претендовать на данную миру поддержки. Это 10 регионов, в которых у нас утверждены программы, индивидуальные программы развития регионов, и 10 еще регионов, которые имеют потенциал, так называемого, потенциал промышленного, роста промышленного сектора МСП. Вот, по большому счету, это следующая десятка, то есть, те регионы, которым нужно вспомогать. Какие проекты парков, да, предусматриваются? Это как однолетний, как и двухлетний проект. Я, как я правильно отметил, по двухлетним проектам у нас выпускник предусмотрен, то есть, здесь мы имеем в виду цикл строительства, цикл строительства, вот моменты получения сутки и до момента получения акций, годового эксплуатации такого объекта. И однолетний проект, и здесь то же самое, но здесь размер сутки не поменьше, но потому что мы предусматриваем, что объекты, которые строятся за один год, они не будут, да, с этим, капиталоемками, капиталоемками, поэтому здесь должно быть 150 миллионов у нас ограничений идти идет. Кроме того, есть два юных площадок, которые мы рассматриваем как бы финансирование, это площадки брауфинг, да, то есть, в большом счету, что-то уже действующей инфраструктурой, которая требует реконструкции, некой пересборки, ну и площадки брауфинг, которые, по большому счету, являются, да, площадкой любого, да, уровня разработки, и, собственно, инвесторы, да, управляющие компанией могут ходить там, строить все с нуля. Как вы видите на слайде, у нас поддерживается как частная, так и государственная инициатива, да, я отметил, что у нас соглашение заключается с регионами, это не прямая субсидия инвесторов, да, управляющих компанией, а это субсидия регионов, регион уже загружает свою, финансирование по стандартному распряжению, которое у нас в Минске не ведет, и, собственно, после этого отдаетесь денег управляющим компанией, как сейчас, как инвесторы, и там уже дальше данная управляющая компания отстает полностью реализацию проекта. Что можно отметить? Конечно же, есть обязательства выведения на основные объединения. Первое, это, конечно, 10 лет сохранения целевого назначения парка для имуста. Что здесь имеется в виду? В первую очередь, конечно, да, мы говорим о том, что мы не запускаем сегодня такой конкурс бизнес, да, это конкретно практикируемые площадки под малой и средней предпринимательской, ну, как я и сказал, на деле получили, что могут быть самозащиты, в том числе граждане. Помимо этого, есть требования по небюджетному сфинансированию. На данный момент минимальный плат установлен на уровне 50%. Но, как показывает практика, всегда это сфинансирование на самом деле у управляющих компаний получается больше. Помимо этого, 10 лет у нас также определяет то, что нельзя обременять или, каким образом, отчуждать собственных управляющих компаний, да, и собственность объекты этого парка, то есть мы не можем это передавать, кому-нибудь перепродавать, сдавать какую-то аренду, я имею в виду не для резидентов, а в целом на весь объект. Поэтому это тоже важное такое требование. И есть два вида показателей, два вида результатов, которые мы оцениваем в рамках данного мероприятия. Первое, количество резидентов в субъекте Комосква, именно, то есть линейка на 10 лет, вот вкратце в рамках того самого времени по целевого возназначения. И огромные бюджеты на 10 лет, также у нас линейка на 10 лет и ежегодно, значит, эту линейку в регион, да, и по-моему числе и инвестор, и с прожившим компаниями, мы эту линейку выдержим. Если говорить о таких основных столбах, на чем все вверх, то, конечно, в первую очередь мы говорим о том, что мы стараемся максимально охватить всех участников, да, и все возможные виды проектов, как вы уже могли видеть из прошлого слайда, в том числе, конечно, нам очень важно, чтобы все проекты, которые нам предоставлялись, которые планируют финансированы, они были в том числе обоснованы не с точки зрения бюджетирования проекта, а в том числе и экономическая его, так сказать, составляющая, экономическая снисобрана, тоже должно быть расписано. Что касается направления расходов, здесь мы также постарались максимально объять все виды основных расходов, которые могут быть в том числе проектов, то есть это затраты на строительные монтажные работы, затраты на обновление инфраструктуры, на коммунальное присоединение, в общем-то строительство, здание и сооружение и так далее. То есть у нас по большому счету, а, кстати говоря, и оборудование, возможности покупать в рамках данной меры поддержки, у нас, в общем-то, только не предусмотрено специального ремонта в рамках данной меры. Остальное, в принципе, у нас максимально все включено. Ну и, конечно, такой четвертый листок, да, это наличие частного капитала, я по-моему, чуть попозже скажу. Здесь важна усойчивость инвестора и его возможность что-то финансировать, например, или расход по смене, что бывает тоже, принимаясь за его участие. Оценка результата. Для нас, помимо результата, которую я озвучил, в том, что еще не поможено поведение сроку строительства. Именно поэтому на данный момент сделано разбудок один-два года. Но, конечно, на данный момент мы наблюдаем периодически в принципе какие-то затруднения. У коллег иногда происходят проблемы с генеральным потребчиком, да, и мы максимально стараемся, коллегам из регионов, помогать оперативно решать все текущие вопросы. То есть мы, как федеральное министерство, несмотря на то, что мы являемся общим, только неподолго, мы непосредственно стараемся участвовать во всех строительствах для решения максимальных вопросов, чтобы, так сказать, не бросать регионы и инвестора, что называется, не бросать его и так далее. Помимо этого, коллеги, что вам? Как происходит отбор проекта? Отбор проекта происходит в нескольких этапах. Если мы говорим о основном отборе, то в первую очередь происходит размещение объявлений об отборе на сайте нового мрабрития, происходит оповещение через письма регионов. После этого регион уже на своем уровне определяет те сроки нормативные, соответственно, с федеральными сроками, как он будет собирать заявки от инвестора, от управляющих компанией, определяет полоски проектов, их собирает и подойдет в нескольких развития. После этого, когда нескольких развития и сформировал общий срок проектов, мы подаем нашу экспертную группу, где находится большое количество экспертов данного отраса, в том числе, у нас коллеги ассоциации там, у нас включены, мы все вместе смотрим проектов на пиксели сообразности, на их экономическую пиксельность, вообще на цену, на адекватность размещения того или иного объекта в том или ином регионе. Объясняю, что это значит, чуть попозже, если подводится. После этого мы рейтингуем проекты, и, собственно, те регионы, и те проекты, которые попадают в первый список, исходя из того объема финансирования, который предусмотрен на год, у нас и получают те самые субсидии, как я сказал, и в конце года у нас встается уже заключение соглашений, и в рамках кассового плана мы добудем все средства, которые регионы заявляют. Состав заявки. Есть большое количество документов, которые необходимо подавать, помимо этих, но вот это основные. То есть это заявка, в первую очередь, где у нас глава региона обязуется обеспечить как целевое финансирование, как достижение результатов по резидентам и бюджетам и бюджетам. Также должен быть, конечно же, бизнес-план, который описывает все подписчики в проектах. Должен быть мастер-план, который на разных уровнях описывает расположение объектов, расположение коммуникаций, расположение дорог, то, как это очень планируется, чтобы было четко понятно, на что мы даем деньги. И, конечно же, финансовая модель, чтобы определить экономически целесообразность. Коллеги напомню, что у нас резиденты это лица неофилированные всегда, поэтому в большом степле у нас у нас управляющая компания зарабатывает именно на аренде, на сдаче в аренде помещений, а не на производстве продукции, потому что здесь по факту управляющая компания является неким дилемом. Помимо этого, пояснительная записка в документах также важна. Здесь описывается краткое описание проекта со всеми остальными характеристиками, то есть по большому счету такой самый реабилитый план. Помимо этого, очень важно иметь понимание, кто из резидентов как по профилю, так и по конкретной компании может планировать и может потенциально занять площадки, которые будут строить с вами, например, поддержку. Поэтому, если есть договоры, замерения, либо предварительные соглашения с потенциальными резидентами, это всегда только плюс проекта. И помимо этого, конечно же, должны быть данные влияние и показатели у нас в проект, и сейчас у нас в проекте Москве, и здесь у нас, безусловно, как я и сказал, резидент внебюджетной инвестиции. То есть чем выше эти показатели, чем выше, так сказать, ставят себе планку регион и инвесторные последствия, тем больше вероятно, что мы с вами были вверху этого рейтинга. Какие факторы эффективности вообще по итогам? У нас уже противно-седа 62 проекта, у нас 49 введеном эксплуатации, оставшиеся у нас настраиваются до конца этого года. И, конечно, мы понимаем, что один основной фактор в эффективности является первым, что это опыт на управляющей компании. Управляющая компания, которая уже имела опыт работать с такими объектами, понимая, какие есть слабые места, какие есть риски, какие есть предприятия мобилирования этих рисков. Это, конечно, очень важно в этом случае. То есть, бывает, если у нас есть проблема, когда, если проект компания новая и не было такого строительства, конечно, происходят какие-то проблемы, и там уже приходится регион совместно с нами с ассоциацией в том числе решать какие-то вопросы. Наличие собственных средств. То есть, конечно, наличие бюджетной устойчивости это немного лаваный фактор, потому что, нередко бывает перерасходка с метров расчетов, особенно если выходили из ассоциации, особенно при каких-то изменениях каких-то характеристик проекта, конечно, должен быть так называемый запас прощества управляющих компаний, чтобы при каком-то нештатном варианте различных событий у компаний управляющих была возможность и как минимум было понимание, откуда этот консервный дефицит взять. Помимо этого, конечно, важно обеспечивать факт профессиональным оборудованием, то есть мы понимаем, что должно быть конкретное понимание для кого устраивать этот объект, чтобы не только пустые площади, как коровка, а в том числе думали о том, чем будут пользоваться резиденты, какого профиля эти резиденты, какие компетенции должны быть у сотрудников управляющих компаний, чтобы они могли консультировать резидентов, чтобы управляющих компаний максимально участвовали в жизни в развитии резидентов. Ну и, конечно же, четвертым важным фактором является прозрачный и понятный отбор для потенциального резидента на площадке парка. Что я имею в виду? Важно открыто заявлять я думаю, что проводится такой отбор. Важно открыто и совместно с правительством региона, возможно, совместно с нами и с общественными организациями отбирать резидентов, чтобы мы понимали такой синергетический эффект. Каждый один взятый резидент на собой причем, потому что, конечно, мы понимаем, что в этом случае стоимость резидента она высокая, потому что очень большая стоимость объекта. И здесь важно, чтобы эти деньги все не были потрачены в курсу и, так говоря, в бюджетном дубликат потом будет высоким уровнем. Ну, мы поговорим о планах на 25-30-е годы. Естественно, эта тема всех волнует. Во-первых, я отметил, что у нас в 2004 году 31 января заканчивается национальный проект МСП, в рамках которого реализуют это мероприятие. Но на его смену приходит новый национальный проект «Конкурентоэкономика» до 30-го года, только 30-го 36-го. Помимо этого, есть послание президента к федеральному собранию вот этого года, где было поручено президенту построить 100 промышленных парков на парке бизнес-парков для субъектов малого и среднего бизнеса. И, собственно, на эти цели было поручено предусмотреть 30 миллионов рублей. с сложным подсчетом мы понимаем, что это 300 миллионов рублей субсидий на объектах. Как мы видим, дальнейшее развитие этого механизма и какие, в принципе, направления развития здесь могут быть. Ну, конечно же, учитывая такие большие планы по строительству целых 100 объектов. Я помню, сейчас 62 прохинансированных объектов уже. А у нас получается, что важно расширить сколько потенциальных регионов участия. Важно, в общем, подать возможность всем регионам так или иначе подаваться этой мерой поддержки. Конечно же, в том числе здесь важно подходить к этому с ума, потому что мы понимаем, что у каждого региона разные инвестиционные условия, разные ее финансовые возможности, разные бюджетные возможности. И, конечно, это важно учитывать при оценке тех определенных проектов на отдельных взятых территориях. В том числе, конечно, мы понимаем, что федеральные субтилии это не панацея. Важно, в том числе, инвестору увеличивать свое участие. И это не для того, что пока, потому что по итогам анализа текущих проектов мы понимаем, что хоть порог минимальный до 20%, но фактически расходы места всегда на уровне 3-4-40%. Поэтому, конечно, здесь важно в том числе за эти тренды идти, и мы тоже видим смысл в том, чтобы повышать бюджетное финансирование, потому что это в том числе повышает и ответственность управляющих компаний. третий важный пункт, это дирекцификация размеров финансирования. Потому что, повторюсь, разные бюджетные возможности регионов, разные стоимости строительства, разные строительницы, то есть, например, маркишку, дальний росток, это разные абсолютно транспортные и, конечно, есть регионы, которым нужно помогать больше, а есть регионы, которым нужно только по большому показать направление и дать некую небольшую будочку, чтобы они дальше делались все, что устроили. И четвертое, что мы считаем тоже важным, это, в общем-то, обеспечить вот эту прозрачность обора изделий, как нам нужно обеспечить по оперированности с неоперированности с управляющим компанией между друг с другом, так и в целом по отбору, чтобы был понятен механизм выбора регионов, чтобы я, как клиент, как потенциальный инцидент, понимал, куда мне обратиться, чтобы поискать эти свободные площади, понимал, какой процесс, потому что сейчас все, конечно, в этом случае не централизовано, потому что управляющий компанией в свое видение и в свой процесс отбора, и, конечно, мы видим здесь в целом, в случае, этот процесс санкетизма. Вот, коллеги, на этом все, готов ответить на вопросы, если они есть. Спасибо, с точки зрения увеличения софинансирования как со самого региона, как и со стороны частного инвестра. Или сейчас пока мы не можем на этот вопрос ответить? Ну, глобально об этом действительно говорить еще рано, потому что, вот, если вы видели, то есть, мы понимаем сейчас направление развития, но сейчас, так как параметры не определены, об этом говорить сложно. Но, единственный, в общем-то, такой основной принцип, который мы все придерживаем, если считать, что важно, как коллеги, которые потенциально будут устроить, какие объекты, важно исключить двойное финансирование объектов. То есть, конечно, когда деньги, содержание бюджета на одну и ту же цель, это не очень правильная история. Если мы говорим о разной каплице, о разных видах расходов, о разных проектах, в том числе, да, это нормально. Если мы говорим о том, чтобы с разных потоков все шло в один котел, это не очень правильная история. При этом, есть большое количество годных кредитов, программ, которые, в том числе, и в компоте есть. И здесь, как раз, и свои частные, как сказать, заплаты, можно брать именно из программы выгодного кредитования. Да, потому что по большому счету есть такая возможность есть. Вот. Что касается СЗПК, и предложений, которые нам, в том числе, направляли, нам, конечно, нужно еще дополнительное время на проработку по итогам будет вытверждение основных параметров будущих программ. Хорошо, спасибо. Если позволите, вопросы сзалу. Короткий вопрос оточнения. Скажите, пожалуйста, аккредитация парков для реализации, для участия в данной программе требует ли они? Да, спасибо за вопрос. У нас надо следующее. Вот. Есть четыре юбилейных структуры, про которые я говорил. Из них два, промышленные фернопарки и промышленные парки. Они подлежат, собственно, подаче документов на операцию в инкомпорт. Требование следующее. За полгода, по году в эксплуатацию документы должны быть направлены в инкомпорт. Понятное дело, что могут быть замечания, что будет, возможно, какая-то отработка, но документы подать нужно. То есть именно сроки включения у нас не определенный, и мы тут даем свободу. Да, еще один вопрос из зала. Александр Александрович, если можно, какая-то фронология будет? То есть с точки зрения сроков в рамках постанового проекта. Да, спасибо за вопрос. Коллеги, смотрите, так как у нас денег в этом году нет, и, собственно, у нас в этом году сбор никакого не проводится. Сосбор будет проводиться в следующем году, получается, на 26-й год. Сроки примерно такие. В первом квартале мы планируем провести предварительный год, то есть чтобы регионы собрали со своих коллег-инвесторов, со своих, в том числе, подавецких организаций, кул проектов, которые, в принципе, они готовы были бы в этом меру поддержки направить. Собственно, мы в первом квартале соберем утеченный, абсолютно утеченный, без проектной документации, пакет документов, то есть это какой-то бизнес-план, модель, презентация проекта, записка, может быть, что-то еще добавим, но, там, где, скорее всего, проектная документация. После этого наша экспертная группа это все осмотрит. мы дадим регионам и управляющим компаниям потенциальным наши замечания, как доработать, чтобы, ну, в основном, было легче и лучше. И уже где-то с конца, может быть, середины, конец лета мы запустим уже период основного отбора, где там уже, в том числе, должна быть проектная документация, уже заявки должны быть вклады субъекты и уже до конца осени мы будем эту работу проводить по защите проекта, по отбору проекта, ну, и только до конца и заключение соглашения с регионами победителей. Соглашение о финансировании уже начнется 26-го года, правильно мы вас поняли? Да, да, мы планируем, да. Да, пожалуйста, еще вопрос. Первое, дайте, пожалуйста, сейчас. Добрый день, вопрос такой, что делал с резидентом, который в течение десятилетнего срока выскочил из реестра ВСП и, может быть, вопрос на Индегиде Александрович, предыдущий спикер, сказал о том, что можно по одной программе построить один вид инфраструктуры, допустим, дорогу, по другому программе построить, например, комоктуру для резидента. Несколько лет назад на такой же вопрос звучал вопрос «нет, если вы собираетесь отчитываться за эти самые инфраструктуры одними, тем же налогами для резидента, если ситуация изменилась, как лед тронулся, как органы исполнительной власти будут делить эти налоги, потому что мы, на самом деле, только и не будем отчитываться. Невозможно в рамках первой очереди не построить регистральные решения для других очередей, и все вторая, третья очередь поделим проектом и небольшие отростки, скажем, присоединения. Спасибо. Я так понимаю, здесь несколько вопросов по поводу, что делать с резидентами, которые выросли в десятилетний период. если дело неправильно доказывают резидентов, наоборот, мы должны поощрять просто субъектов молодых среди бизнеса и переход в другую битворию, поэтому здесь никаких в общем-то не будет даже ограничений, мы не видим ничего большого смысла. Здесь могут быть какие-то отдельные мысли по поводу управляющей компании в регионе, но у нас вот эта история не за тех пирмах. Мы не наказываем никакого смысла в том, чтобы рассказывать о русском. Здесь, наверное, вопрос в том, что на место выбывшего резидента из МСП нужно ли сажать нового резидента у нас правильно на вас поняли? И куда девать того? Ну, то идет на вторую очередь на развитие технопарка и индустриального парка. На место его в цели выполнения причем показателей эффективности проекта нужно, если они не выполняются другими резидентами, нужно сместить нового резидента из области наставки. Ну, то есть сразу переселялись. Ну, вопрос, на самом деле, депрессионные депрессионные проработки отнесен к чему, потому что в общем-то мы оцениваем резидента в момент заключения соглашения. Да, то есть если управляющая компания будет считать, что он выдал из-за своего роста, тогда, да, нужно, конечно, кого-то посадить, если есть площадь дополнительная. Ну, либо все-таки посмотреть, а что это за резидент может быть целесообразным каким-нибудь другим причем пойти. Но, если это вопрос сейчас реально принципиальный, вы можете коллекцию много взять и он проработан. Огромное спасибо. Мы на самом деле эти вопросы задаем с расчетом на то, что появятся регламентирующие документы, которые будут определять этот порядок. Это главное, чего бы хотелось. И второе, конечно же, по итогам нашего мероприятия, по итогам форума мы направим соответствующие предложения от сообщества банков. Ваша огромное вам спасибо. Уважаемые коллеги, мы двигаемся дальше, как я обещал. Значит, мы обещали.